Вот этот странный необщительный парень идет. Я ему что-то спрашивал сегодня, по-моему. Что-то спрашивал или нет. Странный необщительный парень. Живет с нами. Так, ну что, поехали. Если бы сейчас, спасибо. Если бы вы могли начать сначала свою карьеру сейчас, какой бы это был путь, чтобы изменились? Вот сейчас, да. Ни хуя, вот с этими знаниями, которые приобрелись за это время, вообще все бы изменилось. Чего? Ну, типа, блядь, я не знаю, я бы столько времени не проебал на всякую хуйню. Нет, с этими же знаниями или просто сейчас начали? Ты сейчас начинаешь, не тогда, а сейчас. Какой бы путь был? Очень сложный. Раньше было легче. Раньше можно было делать три сеанса, например. Да я расстроился из-за викинга. Вот если бы с сегодняшними знаниями начать бы вот лет 15 назад, вот зачем? Еще бы оборудку прихватить. Да. Блин, а сейчас начинать тяжело слишком. Ну, сейчас большая конкуренция очень и стартовать сейчас, в принципе, втройне сложнее. Ну, не скажи, блядь, типа, все зависит от уровня мастера. Видал, как сейчас люди стартуют? Охуеть вообще. Семь лет назад надо было всего лишь иметь группу ВКонтакте и грамотно подобрать название, чтобы там были ключевые слова, тату, СПБ и что-нибудь еще. Нагнать 40 тысяч народу, блядь? Да, накрутить 40 тысяч народу и ты в топе первый и пошли клиенты. Вот я так нагревал клиентскую базу. Сейчас попробую это сделать, у тебя ничего не получится, даже если ты крут. Сейчас заработать репутацию гораздо сложнее. А если ты, погоди, если ты умеешь рисовать, вот, допустим, это Настя, которая, что, она выходит, татуирует, ебать, она взлетела. Да, ну, она же давно уже хорошо делает. Ну, сколько она вообще татуировала? Ну, ты когда услышал? Впервые. Нет. На конвенцию. Ну, вот, пожалуйста, то есть, как бы, сейчас, сейчас, сейчас очень важно, не только хорошо татуировать, но и уметь себя продавать. Ну, сначала, наверное, я бы, не знаю, у меня было достаточно интересное начало, вот, не каждому бы посоветовал, и, тем не менее, я горд тем, что она у меня была. Вот, и если бы я начал сначала, я бы не стал татуировщиком, я бы выбрал абсолютно другую профессию. Связанную с творчеством, с рисованием, либо со скульптурой, но я бы никогда не встал на татуировщика и забыл бы это все, как страшно все. Точно такой же. Я бы все сделал так, как сделал сейчас. Напиши пару шагов. Пару шагов. Сначала бы начал рисовать, потом начал рисовать граффити на стенах, потом начал рисовать граффити на людях, потом начал их накалывать. Я бы, наверное, больше общался. То есть, я бы не стеснялся подойти к татуировщикам более высокого уровня, да, и просто начать общаться и знакомиться, потому что вот это именно и затормозило мое развитие. Ну, и двигался, не сидел в одном месте где-то, знаешь, там, покалывать студию. Движение – жизнь. Нет движения – это будет прогресс никакой. Прежде всего, я бы учился бы у кого-нибудь. Я очень много времени провел, не знаю, будучи таким самоучкой, думаю о том, что со всем можно справиться самостоятельно. Это прям, это прям годы потрачения на пустую, там, на какие-то навыки, которые можно было получить, там, не знаю, в течение месяца. Так, я бы учился. Ну, я бы тогда вначале купил бы нормальное оборудование и записался на мастер-класс и в школу куда-нибудь сходил. Или вообще пришел бы к какому-нибудь мастеру и доебался до него, чтобы он меня взял к себе. И не уходил бы до тех пор, пока бы он не согласился меня взять. То есть, показал бы настойчиво, что я хочу у него учиться. То есть, не так, как вы занимаетесь обучением. Нет. Ну, ладно. И пошел, блядь. Ну, нет и нет, блядь. Ну, давай я буду с тобой работать. Ну, ты нихуя не умеешь. Ну, а я научусь, блядь. Так я никого не учу, а я рядом буду стоять смотреть. Нет. Так и места нет. Я постою там. И вот докопаться так, что у него нет аргументов, чтобы тебя уже больше выгнать. И все. И остаешься и рядом с сильным мастером, ты быстро вырастешь сразу же. Хоп. То есть, будешь правильным оборудованием пользоваться и, ну, и правильную технику ты быстро поймешь. Вот. Потому что у меня очень много лет ушло, чтобы понять, как, не знаю, собрать там индукцию, там, допустим, как им пользоваться, как ее настроить, там. Потом, ну, я очень долго работал индукция, которая уже толком не работала. До меня потом дошло, что она, ну, это ненормально, что не вылет полмиллиметра, блядь. Она не вдребечит уже ни хера, блядь. Вот. А с нормальным мастером, блядь, ты быстро это отобразишь. Если бы ты сейчас вот мог начать сначала свой путь в карьере опять, какой бы путь, чем бы отличался? Художка. Все бы пошел образовываться сначала художественно. Ну, а потом, блин, я не могу сказать, что мои какие-то шаги связаны с технической частью, и развития именно как ремесленника, что они какие-то хромые, они долгие, но они соответствовали тому времени. То есть, я не считаю, что я сделал какой-то определенный ряд ошибок, даже потеря лишнего времени, это все равно опыт. Поэтому, если объективно смотреть, я бы сначала, то есть, если бы мне сказали, вот, есть такой сегмент, и в него можно влиться. Но чисто по-хорошему нужно сначала быть образованным. То я бы сказал, да, в 16 лет пошел бы художку, курсы, курсы, а дальше уже по стопам. Я завидую сейчас молодым татуировщикам, потому что они не проходили этот путь, там, со струны, там, паять, там, иголки, там, что-то, там, я не знаю, каблуки сжечь, понимаем, сейчас все есть. То есть, естественно, сейчас талантливые молодые татуировщики, они быстро стреляют. То есть, у меня на это годы ушли, все вот это, пока-пока-пока, пока все это... Пока ты настроил, да? Нет, ну, постепенно оборудование постепенно появлялось, краски хорошие, это очень долго было. Естественно, сейчас я бы сразу взял бы хорошее оборудование, ну, прокачался бы намного быстрее. У меня не ушло бы 20 лет, а ушло бы, ну, 2-3 года, там, примерно. Ну, первое, что ты здесь делал, первый шаг был какой-то? Ну, первый шаг купил бы оборудование, хотя бы более-менее нормальное. Ну, и так же бы, наверное, как и раньше, друзей бы колол, ну, пробовал. А я бы колбасину бы писал. Сразу бы, ты что, с нуля, он всегда говорил, с нуля может играть. Я бы прям к нему сразу пошел. Я бы, наверное, сразу начала ездить по тату-конвенциям. Я стартовала с того, что у меня был бизнес, я им занималась довольно плотно, а татуировка была хобби. И первые 3 года я очень мало времени уделяла этому. И сейчас я понимаю, что если бы я бросила все и ушла с головой в тату, мой старт был бы гораздо больше и быстрее. Художка. Прям вот-вот художка, художка, еще раз художка. А потом второй шанс? Вколоть. А какой был, на самом деле? Было военное училище, и там первая заточенная струна, и только лет через 10 уже понимание то, что, ну, каталоги это все здорово, но было бы неплохо самому начать рисовать. То есть я такой, слоупок, в этом отношении многие вещи, знаешь, медленно доходят. Сейчас я, конечно, уже побыстрее этот путь постарался бы пройти. Я бы начал гораздо раньше, я бы меньше уделял времени высшему образованию, которое мне, по факту, ничего не дало, это экономическое образование. Я бы больше учил английский язык и, скорее всего, занимался бы дизайном. То есть я бы, наверное, перевыбрал, во-первых, высшую, я бы пошел куда-нибудь в плане дизайна что-нибудь. Плюс, я уже сказал, не знаю, в идеале было бы, конечно, комбинировать дизайн плюс лингвистику, но не представляю, что это за вуз такой. Вот, в общем-то, я просто раньше бы начал заниматься этим образованием, и раньше бы уделял вообще внимание творчеству, потому что я думал, что творчество – это хобби, никогда не представлял, что оно дойдет до каких-то таких масштабов. – Меньше не амбиции, нет. То есть изначально ты думаешь, что ты резко начинаешь, у тебя все получается, и ты весь молодец, и сейчас все покоришь, и с каждым новым годом ты понимаешь… Это как эффект Дайнинга-Крюгера, когда ты чем больше кружаешься в индустрии, ты понимаешь, что ты меньше знаешь. Это нормально. Вот, и поначалу я такой думаю, я сейчас вообще выстрелю, и с каждым годом поняла, что надо больше учиться, надо больше рисовать, надо больше развиваться. Да, поменьше амбиции я бы делал, и больше в обучении, в рисовании, в татуировании. – Именно, да, именно обучение у нужных людей, либо в нужных, так скажем, школах. Это обязательно школа тату, должна быть школа рисунка, да, какие-то курсы, и общение с профессионалами. – В свое время просто хочется оправдаться немножко, естественно, в своих глазах, сказать, что раньше такого не было, и некогда было пойти учиться. Ну, по-моему, у людей просто их надо найти. Может быть, поленился, может быть, не захотел, может быть, зажал денег, там что-то. – Тогда не было инстаграма? – Инстаграма не было. – Да, не было. – Но были одноклассники. – Ого. – И есть, я тебе больше скажу. – Слушай, давай так, ключевой вопрос, зачем? Ну, потому что я уверен, что находясь здесь сейчас и наблюдая за своей жизнью целиком, мне все устраивает. Я не вижу смысла начинать. – Для чего бы это было? – Ну, может быть, раньше бы перестал скретчить, может быть, вот. Может быть, меньше ленился бы в какой-то промежуток времени. Но, опять же, сейчас моя жизнь меня полностью устраивает, я счастлив. и я бы, наверное… Ну, что-то бы точно же поменялось бы, не так было бы, да, и, может быть, оно было бы не таким красочным. Поэтому ничего. – Ну, было бы намного быстрее. – Ну, да. И без того времени, ну, просто потраченного там на поиски сейчас, ну, было бы проще сразу начать. – Ну, да. Я первое в 2002-м сделал, тогда не было ни интернетов, ни хера вообще. Я вообще не знал, что тут нужно делать. Ну, там вообще ноль знаний и, как бы, подсказать некому. – Да, вектор сузился бы сразу. – Сейчас, что, на ютубчик зашел, вся инфа лежит. – Ну, это если бы, да как бы, и с этими знаниями, которые у меня сейчас есть, естественно, он бы изменился. Я бы, наверное, увереннее была бы в том, что я делаю. Меньше бы кого-то слушала, шла бы очень быстро к своей цели. – Да, изменился. Я бы просто больше бы рисовал с учетом именно специфики тела, а не рисовал просто на плоскости абстрактный дизайн. То есть я рисовал картинки, но если бы я на начальном этапе стал бы рассматривать эту картинку как потенциальную татуировку, которая должна играть на теле, быть правильно вписана, я бы вот на это сделал ключевой, так сказать, акцент. Вот именно на эту часть. И больше бы рисовал, потому что я распизденчивал в своей жизни, в своей карьере очень много. – Тату Ряски тебе говорит, что я бы больше рисовал, становится страшно. – Ну, это единственный ключ к успеху. Вот и все. Вот что вы не послушаете, все интересно. Там развитие, там медиа и так далее. Это все актуально, это просто пришло сейчас. Раньше, если ты помнишь олдскульщики, они не заморачивались с этими вопросами. Это сейчас, это вопрос как-то актуальный стал, поэтому все так в это погружаются. Но раньше, да и сейчас, это никогда не изменится. Если ты делаешь супер качественную работу благодаря своему развитию, уровню и таланту, к тебе я все-таки уверен по сарафанному радио, который никто никогда не отменит. Все равно придет больше людей, если же ты сделаешь свой упор на правильное вот это вот развитие именно в социальных сетях. Я все-таки вот в этом плане остаюсь староводным. – Ну, ошибки все равно все всегда совершают. – Да, то есть чистое сознание, да, вот я до этого как-будто занималась чем-то другим, и вдруг бах, начала сейчас заниматься татуировкой. Больше информации, ну, я начинала лет там 7 назад, и тогда вроде как бы уже и нормально все было в индустрии, но еще так себе местами. И было мало инфы, сейчас на YouTube зашел трындец там вообще, куча мастеров, куча лайфхаков, куча всего. И, наверное, сейчас с помощью соцсетей даже немножко попроще как-то находить свою именно целевую аудиторию, свою клиентуру и себя пиарить. – Ну, как минимум я бы… Если бы я планировал стать татуировщиком, я просто не планировал. А если бы я планировал, я пошел бы в художественную школу. Это единственное, наверное, что мне сейчас не хватает. Ну, знаний. – Потому что некоторые вещи я до сих пор делаю по наитию. И, наверное, все-таки это, наверное, уже вопрос не столько технический, сколько позиционирование себя. Есть некоторое такое мнение обо мне, но оно, по крайней мере, было сейчас, не знаю как, что я духу, я пафосная вся химия. Наверное, нужно быть чуть попроще с людьми. Ну, в том числе в коллективе татуировщиков. Но я, может быть, не столько пафосный пидор, сколько просто я немножко скромный. Вот поэтому немножко мне мешает. Ну, с кем-то не подошел, не поздоровался, просто постеснялся. Они подумали, что я говно. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова